Здравствуйте друзья. После переноса этого кейса на новый сервер, я сначала планировал просто сделать краткое описание и выложить на гитхаб, но потом подумал что лучше сделать небольшое видео и подробно все объяснить. Основой для этой автоматизации является контроллер Broadlink, различные модели которого я обозревал. Это управляемое по Wi-Fi устройство, которое умеет передавать сигналы в инфракрасном диапазоне как обычный пульт управления, а версии с приставкой Pro имеют еще и радиоканал. Для удобства я оставил ссылки на свои обзоры в описании под видео, там подробно показано как они работают и каким образом считывать и сохранять команды с пультов, поэтому в этом видео я не буду повторять эти моменты. Для обратной связи с устройством используются розетки с энергомониторингом. В моем случае именно такая NAS VR01B оранжевая версия, но для повторения подойдет любая модель передающая показания мощности нагрузки. Ссылки на обзоры розеток вы также найдете в описании. По розеткам еще добавлю, что по состоянию на сегодняшний день, в актуальной версии ZigBee 2MQTT появилась возможность обновления прошивки, я имею в виду именно модель NAS VR01B и покупать специально ZigBee шлюстуя для этого теперь не нужно. Кто следит за моими обновлениями знает, что на своем новом сервере я оформляю все в виде пакаджей, когда все оформлено в одном файле. Это очень удобно и этот кейс сделан именно так. Ссылку на него вы также найдете в описании. В этом файле хранится максимально все что можно, начиная с рекордер, интеграция отвечающей за сохранение истории в базе данных. Я использую метод запрещено все, кроме того что точечно разрешено. В данном случае я решил хранить историю сенсора мощности. Тут же есть раздел Customize, причем обратите внимание что он, в отличие от других, является вложенным в раздел Home Assistant. Единственное что сделано через интерфейс и не видно в пакадже, это сенсоры Integration и Utility Meter. Правда они и не имеют прямого отношения к этому кейсу. Как их создавать я показал в одном из своих блогов, ссылку вы найдете в описании. Следующий раздел Template, это тоже относительная новинка. Ранее для каждого типа сущности был свой отдельный раздел, например Template Switch или сенсор. Теперь он общий для всех, внутри которого объявляется вложенный раздел, в данном случае бинарных сенсоров. Тут я создаю бинарный сенсор, который будет отвечать за обратную связь с управляемым устройством, в данном случае телевизором. Но эта логика универсальна. Для этого я использую сенсор мощности розетки, если телевизор потребляет больше 50 ватт, то он включен. Для других устройств этот параметр подбирается индивидуально. Эта часть отвечает за выбор иконки для отображения в интерфейсе, в зависимости от состояния этого сенсора. Далее идет раздел автоматизации, в котором прописана логика работы этого кейса. Собственно в этом и смысл, если вы захотите что-то поменять или усовершенствовать, вам не надо искать записи, хранящиеся в разных файлах на сервере. Триггерами для этой автоматизации является нажатие на физическую кнопку, в данном примере однократное нажатие на пятую клавишу логического выключателя Acara OPPL на 6 клавиш. А для запуска из интерфейса используется логическая кнопка Input Button, которая кстати тоже делается через интерфейс. Ссылку на видео про то как это сделать вы также найдете в описании. Все кто изучает мои конфигурационные файлы видели, что во всех моих автоматизациях есть такое условие, некий свитч в состоянии включена. Этот элемент используется для совместной работы нескольких серверов Home Assistant, он нужен для передачи управления. Когда я закончу перенос всей конфигурации и дойду до момента создания резервного сервера, я планирую снять подробное видео по этому вопросу. Непосредственного отношения к логике этого кейса он не имеет, поэтому это условие не обязательно для повторения. Далее идет раздел действий и тут я снова применяю селектор условий. Удобный и наглядный инструмент. Первое условие это состояние созданного чуть ранее бинарного сенсора выключено, то есть потребление на розетке менее 50 ватт. При соблюдении этого условия через базу Broadlink отправляется одна команда на включение. Как считывать и сохранять команды я показывал в обзорах этих устройств. Тут я использую метод прямой отправки команды в виде последовательности служебных символов. Следующее условие сработает в случае если потребление выше заданного предела, то есть телевизор включен. Логика тут похожа, однако вместо одной отправляется несколько команд одна за другой. Это нужно для выхода из запущенного в данный момент на телевизоре приложения, чтобы не делать это вручную. В некоторых случаях логику можно упростить, так как зачастую достаточно только включения и выключения, но от сложного к простому всегда легче идти чем наоборот. Ну и покажу как это все работает. Отправка команды на базу и включение телевизора проходит практически моментально и синхронно. Розетка имеет небольшой интервал обновления, но очень быстро сенсор включения телевизора активируется. И серия команд на выключение. На этом все. Надеюсь что это видео было вам полезно и интересно. Для тех кто имеет желание и возможность поддержать мой канал, запущена функция спонсорства, правда работает она не во всех регионах. Спасибо за просмотр, всем мира, до новых встреч.